Так, ну что, девчонки, мы сразу с самолета купили торт. Завтра у меня день рождения. Идем к бабушке показывать мои зубы и кушать тортик. Она сейчас удивит, мы ей сюрпризи сделали. Она не знает, что мы приедем. Мы только приземлились. Пенсию ждала? Внучечка. Привет. Привет. Я к тебе с тортиком, держи. Держи тортик. Ну, проходи. Смотри. Ой, какая умница. Красивая. Классно? Иди поцелую, золотой мой. Ух ты, умничка моя. Теперь я буду вот так всегда. Да? Да. Всегда не надо. Всегда. Как дурочка. Всегда не надо. Но зато улыбнешься, будет красиво. Да, да, вообще. Я теперь зеваю вот так. А я думаю, какая может быть пенсия? Пенсия еще... А, слово пенсия открыла, я услышала и открыла дверь, видишь? Ладно, давай, открывай. Смотри, какой взяла. Хотела молочную девочку, как ты любишь, не было. Но это тоже белый, это клубничный поцелуй, очень вкусный. Сейчас Макс поднимется, будем чай пить. Мои зубы отмечать и мой день рождения. Это вот тортик я принесла. Тортик вроде ничего такой, разрез. Мы как раз, когда пришли, он привез торты, торты. Да. Ну, я говорю, давай тогда уже тот вчерашний. Тут в этом. Ну, ваниль. Так, ребят, сковородка. У меня такая есть. Я вам уже показывала. Это заказала с этого сайта Фаберлик. И мне очень нравятся эти сковородки. И у меня бабушка всегда жалуется, что у нее хорошая нет сковородки. И она у меня в гостях. И я ей подарю сковородочку, бабуль. С антипригарным покрытием. Очень классная сковородочка. Спасибо. На здоровье и духи ей подарила. Она у меня красивая приехала. Спасибо. И сковородочка. Спасибо большое. Ну что, я рада вас всех видеть, мои дорогие девочки и мальчики. Мальчики. Сейчас буду вот так с вами разговаривать. Да, я шучу. Смотрите, значит, вчера мы прилетели. Я начала снимать влог. Снимаю, снимаю. Голова у меня после моих укладок вообще в шоке. Вы знаете, я когда была в Турции, у меня туда прилетало. Изъяли. У меня было 17 в одном или 15 в одном. Другой. Синим я пользуюсь. Забрала женщина. И забрала мою эту... Как она называется? Забыла. Смывать макияж. Милицеллярная вода. У меня была другая. У меня была лечебная какая-то. Типа Ля Рош Пазе. Уже не помню. Вот. И, короче, отобрали у меня. Представляете, когда я туда летела. А обратно купила там в Турции в супермаркете вот такую смывалку. Потому что я не могу смывать вообще ничего. У меня не смывается. И вот сейчас пользуюсь ей. И миксит. У меня хорошо дома был. Я вот без этих средств вообще, девочки, не могу расчесывать волос. И, короче, вот у меня отжали. А тут сюда летело вообще. Никто ничего не проверял. Типа в Россию. Вези что хочешь. Вот. И, короче говоря, сейчас я сушу волосы. Веду себя в порядок. Отсыпалась. Как я спать хотела. Я там вообще не спала. У меня даже, похоже, были какие-то штуки на панические отталки. Представляете, насколько я переживала за все. У меня сердце стучало. Я думала, я приеду, пойду к кардиологу. Мне уже было страшно. Но вот я приехала домой. Слава богу, вообще ничего. Видимо, просто я успокоилась. И все нормализовалось. Вот. Так что снимаю с вами влог. Сейчас немножко приберемся. Потому что вы знаете, да? Мы же мужчина дома. И этот. Вот, приберемся, окна помоем. А потом я поеду в город. С Максом мы по делам. А я пойду погуляю. Мне нужно полотенчики купить новые на кухне. Уже все такие истряпанные. А я люблю такие. В хофе я беру такие хорошие. Ну, покажу вам. Вот. И пойду прогуляюсь. А дети в школу. Так что оставайтесь со мной. Ребят, ну что? Прилетела я. И пора браться за уборку. Скоро зима. Окна не мытые. Сейчас мы с вами будем мыть окна моей новиночкой. Даже не новиночкой. Я уже давненько ей пользуюсь. Это даджет W100. Это мойщик окон. Кстати, им можно мыть не только окна, но и кафель в ванной. Вообще, вот у кого витражные окна, высокий этаж. Девочки, это очень классная вещь. Он отмывает реально лучше, чем мы с вами. Робот-мойщик окон. Смотрите, в наборе у него идет, конечно же, вот такие классные влажные тряпочки. Видите, их тут прям пять штук. Ну, то есть пять наборов. Вот. Идет уже здесь, видите, на нем. И вот этот вот карабин, он застегивается, чтобы он не упал. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Потому что это просто неизменный помощник хозяйки в доме. Правда, вы окна так не отмоете. Я знаю, что вы частенько видите, что я мою окна именно им. Вот это, чтобы водичка была. Пульт есть, конечно же. Вы пультом управляете. Ну, и все вот эти, они же длинные шнуры. Сейчас я вам продемонстрирую. И даже батарейки идут на боли. Это, кстати, нонсенс. Так, ну что, давайте будем мыть окна. Так, ну что, ребятки, окна грязные. Я брызгаю любое средство для стекол. С этой стороны и с той стороны. Давайте начнем с этой. И включаем моего помощника. Включаем. Кнопочку. Все. Он присосался. И важный плюс, что в программе робота заложено автоматически режим уборки. И можно не управлять им постоянно с пульта. Включил и забыл. И еще. Даджет дает гарантию 3 года. И моет, посмотрите, как чисто. Сразу с одного этого. Шикарно. Поднимаете наверх. И идеально чистые окна вам гарантированы. Ссылку на него, на этого помощника я оставлю внизу в описании под видео. Ребят, и, кстати, у него очень приятная цена. Реально. Сейчас вам покажу, как он с той стороны еще будет мыть. Если вдруг вы переживаете, вы можете зацепить карабин, чтобы он не упал. Но он не упадет. Он очень хорошо присасывается. И когда вы его с той стороны будете мыть, держите просто рукой, чтобы он этот... Когда будете выключать. Но он очень удобный. Вообще замечательный. Ну, а теперь снаружи, видите, моет. Прекрасно. Вот туда я сама не могу дотянуться. Видите? Включила и пошел работать. Так, ну что, мое идеально чистое блестящее окошко. Очень классно. Девчонки, ну прям вот выручает на 100% советую. Не забывайте, ссылочка внизу в описании под видео. Погодка такая замечательная. Вообще у нас так тепло, классно. Солнышко. Лето продолжается. На этой неделе 27-26. Тепло, хорошо. Как в Анталии. Я решила песочком прогуляться. Пробка. Максу говорю, я пойду. Так, ну что, я пришла. Сейчас зайду, наверное, в Кёчеленд. Или как он правильно? Кёхленд. В Перекресток зайду. В Хофт, наверное, зайду. В Ман. В этот Лайм зайду. Сто лет уже тут в Адлере не была. Это, кстати, наш торговый комплекс. Адлерский. Красивая, да, кружечка с блюксом. Смотрите. Набор интересный. Или просто кружечка. Прям красивая. Не знаю, взять себе. Сейчас узнаю, это набор или как. Прям такая вместительная кофеек пить. Вот тоже новенькие у них кружки. Красивые. Что-то хочется новенького. Что-то эти кружки мне уже надоели. К Новому Году хочу вот эти поменять свои. Видите, они такие. Хочу какие-нибудь яркие. Вот такие. Красивые ёжики, да? Хочу какие-нибудь золото, может быть. Надоели эти серые. Ну, это что-то не очень. Наверное, вот такие кухонные возьму. Ну, или это большие. Нет, кстати, нормальные. Сейчас цвет, может быть, другой. Единственное возьму. Всё серенькие вот такие. Не знаю, левхов сходить ещё. Сейчас посмотрим. А вот серенький. Вот, кстати. Три штучки. Видите, какие ёжики красивые. Очень красиво, да? Коричнево тоже красиво. Осенние коллекции, конечно, у них очень красивые. Правда, девчонки? Ну, блин, мне некуда ставить. Был бы дом свой, места нету. Я бы каждый этот сезон себе покупала, наверное. Но, увы и ах. Смотрите, какое блюдо красивое. Это надо очень много места на кухне, чтобы всё сложить. Пойду ещё в хов схожу, полотенчики посмотрю. Я там брала, мне так понравились. Красиво очень. Еду. Вот этот мне комплект так понравился. Новенький. Обновить хочется. Красивый, да? Надо к зиме прикупить. Кайфовый вообще, красивый. В следующий раз уже приеду, возьму. Это кожаная юбка и кофточка такая тоненькая, классная. Это я в лайме. Это я в лайме. Мне кажется, ничего. Ну и мой любимый фасончик. Джинсы. Классные джинсы. Но у меня столько джинс, я просто меряю. И футболка прикольная. Футболка вообще огонь. Моднявая. Мне нравится. Мне нравится. Ладно, свитер еще рано. Не готова я еще к зиме. Иду в Ревгош. Конечно же, купить себе классную помаду. Яркую, красивую. Чтобы прям вообще красота была. Даже не знаю, какой цвет хочу. Мне, кстати, духи нужны, девочки. Я в Дьюти Фри была, не смогла там доллары разменять. Мне так нужны духи. У меня вообще уже закончились. Те маме подарила. Я хочу какие-нибудь классные. Какие-нибудь дорогущие. Ну, я не знаю, когда. Что-то у них тут прям скидки, скидки. Пупа. Пупа Милана. А не пупа что, уже и косметикой за ним? Ой, это что? Не пойму, это что? Крем для лица. Ого, какой здоровый. Я, кстати, из масс-маркета. Пупа вообще мне нравится. Можно тут посмотреть какую-нибудь помаду. Вот эти карандаши вообще классные. Огонь. Мне они очень нравятся. Кстати, можно его взять вместо помады. Какой-нибудь яркий. Но это пупа уже не масс-маркет, смотрите. Раньше 500 рублей они стоили. Сейчас вообще позверели, конечно. Хочу какую-нибудь розовенькую. Так, это тестер, это тестер. Это что-то не то. Это у них тестер. Слушай, туда прям пальцем что ли залазят. Кошмар. Вот такая еще. Блин, даже не знаю, какую взять. Может, что-нибудь здесь посмотреть. Это, наверное, блеск. Так, я взяла помадку себе пупа. Потом дома покажу. И взяла вот такой вот консилер. Лореаль. Цены, конечно, у нас вообще на эту пупу. Раньше она вообще была масс-маркет. Сейчас помады полторы по 1300. Ну, как бы это не норм для пупы. Я, кстати, в Турции купила себе тональный крем Dior. Девочки, дома покажу. Этот Dior купила. Но он такой, знаете, как типа с блеском с каким-то. Прикольный. Но он сильно не матирует. Вот видите, мои вот эти прыщики не заматировал. Сейчас можно еще там доработать немножко. И будет нормально. Сейчас я иду в Хофф. Хочу купить там полотенца хорошие. Я там брала в тот раз. Так, вот здесь я, по-моему, вот эти полотенца. Нет, это большие. У меня поменьше были. Вот такие вот. Вот классные полотенца. Мне нравятся. Возьму, наверное, два синеньких, голубенькое. Три возьму. Да, вот эти хорошие девчонки. Прям они такие влагу впитывают. И по размеру мне для кухни самое то. Кайфовые. Все, возьму три. Я бы еще голубенькое взяла, но нету. Ну, эти маленькие мне не нравятся. А вот эти самое то. А, вот еще голубенькие, кстати. Можно взять еще такое голубенькое. Сколько оно стоит? Это другие, по-моему. Ну, все равно возьму вот это тоже. Я сто лет в Хоффе не была уже. Взять мальчишкам бомбочки, что ли? Не любят у меня. Возьму две бомбочки. Зашла в Йоко. Это копилочки. Прикольные, да? У меня и Тёма бы уже скупил бы все. Све масочки. Тут вообще классные бомбочки, ну, дорогие. Так, что мне еще взять? Я, кстати, взяла еще что-то. Сейчас вам покажу. Так, это что? Крем для ног, крем для тела. Я таким не пользуюсь, не знаю. Крем для душа. Вот крем для душа можно взять. Манго, да, попробовать? Манго. Я вообще люблю манго. Ой, блин, я не люблю, когда вот это... Нету вот этой штучки, знаете, нажимать. Неудобно. Не хочу. Боксы есть вот эти вот. Прикольные. Тут запах такой приятный. Обожаю. Всякие бутылочки мальчишкам. Так, что еще? Какие-нибудь вкусности я им здесь беру. Твой принглс какой-нибудь необычный. Сейчас я вам покажу. Всякие жвачки, love is. Помните, как у нас были? Так, маски. Вот, видите, чипсы взяла. Сейчас еще что-нибудь возьму. Ой, вот эти мне Макс с Америки привозил. Они, кстати, такие вкусные. А ну я возьму. Он мне тогда полную эту коробку привез. Они правда вкусные. Вот эти вот. Реально мне с Америки муж привозил. Классные. Так, еще что? Тут всякие лапшички у них, видите? Наруто. Боулы. Ладно, мы не будем так уже усугублять. Том-ям с креветкой. Ладно, хватит им. Так, давайте по желешке, наверное, возьмем. Да? Вот так вот. А ее можно? Или только по три берут их, да? Чтобы чип целая, да? Ну ладно, одну я съем. А то они подерутся. Все. Так, ну что, я пока Макса жду, зашла в Пимс. Я тут люблю один коктейль вкусный. Сейчас буду пить. Наслаждаться. Помаду что-то я розовую так и не нашла. Искала, искала, так и не нашла. Потом поеду, наверное, в яблоко съезжу. Время будет. Тут что-то так холодно. Как-нибудь залижу будет. Вот, сейчас попью Макса. Дождусь, смотрю, в этом, в перекрестке арбузы классные. Сейчас зайду, куплю арбуз еще хочу. Но уже что-то в последнее время плохие попадаются. Уже, видимо, все-таки не сезон. Ну, уже... Очень вкусно. Холодненький, конечно. Посижу пока, подожду Макса. Потом вместе, может, в перекресток пойдем. Он холодный, надо его аккуратно пить. Я, кстати, приехала с Турции, когда у меня Темка с температурой лежал. Ну, я уже дома была. Видимо, продула или что, не знаю, два дня подержалась. Я его попоила лекарствами и все прошло. Сегодня в школу пошел. Девчонки, вот такая помада. Блестящая. Сейчас покажу, какой номер. Упа номер 705. Ну, прикольно. Я сто лет, Макс, такой помадой губы не красила. У меня всегда только чуть-чуть розовинка, все, зубы как будто, знаете, у трубочиста. Они сами по себе от природы черные у меня были. Кость черная. А еще помада, когда розовая, это еще хлеще. Мы, короче, с Максом решили поехать за рыбой съездить. Пока время есть, пацаны в школе. Поедем рыбу купим, духовочки сделаем. Ребят, короче, мы никуда не поехали ни за какой рыбой. Потому что позвонил Темка, и он скоро со школы придет. А у него ключей нет, естественно, мы никуда не поехали. Завтра мы поедем к папочке моему, показывать буду зубы по пулечке, рассказывать. Девчонки уже долго не было, но вот до отъезда ездили с Максом. Хочу завтра поехать к нему. Прям душа требует, вижу его во сне. Я думаю, что он радуется за меня, потому что он знал, что какая была у меня эта мечта. А, девчонки, завтра поеду детей в школу отведем, может, бабушку возьмем и поедем папе цветочки повезем. Давненько дочка не приезжала. Что я вышла? Пока никого нету. Ребят, хочу показать. Вы спрашивали, у меня много в запрещенной сети вопросов. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм, он внизу, я туда скидываю все фоточки, которые вы не видели. Ссылка будет внизу под видео в описании. И сейчас вам покажу, что есть в Турции, что я купила в Турции, потому что много вопросов. Конечно, в Турции классно, в плане того, что у них все магазины открыты. И мы с Илюшкой кайфовали, знаете, от чего? От Старбакса. Мы обожаем с ним кофе, вот этот лимонный чизкейк. Я не знаю, Старбакса, это моя любовь, жалко, что его у нас нету. Ну, мы как-нибудь обойдемся, это понятно, но вот просто рассказываю, что мне там нравится. Еще мне в Турции понравилось, вот мы разговаривали, не знаю, кто у меня в Турции, кто-то живет, пишите. Вот у нас есть, как сказать, наркоманы, которые пьют, у нас дешевый констрат, которые потом раздеваются. Вот такие больные, шальные люди, я не знаю. У нас их очень много, это очень страшно, и они такие неадекватные, то голые на машины прыгают, то еще что-нибудь. Мы разговаривали вот с Витой, она говорит, у них такого нет. Ребят, почему у нас такое есть, я не знаю. Вот, ну, вообще в Анталии мне понравится, и отдых там классный, и сам такой город лайтовый. Не знаю, не к чему даже придраться, и грязи какой-то, знаете, я не видела. Ну, как бы, мне Анталия в сердечко запала. Я даже приехала Максу, говорю, давай копить деньги на майские праздники с семьей всей поедем, отдохнем. Чтобы там, знаете, там же есть такие гостиницы, где аквапарк, вот такую хочу, в такую гостиницу. Ну, а он боится, как всегда, летать, начал мне вот, как я поеду, я боюсь. Я говорю, я что-нибудь придумаю, буду тебя там за что-нибудь кусать, чтобы ты не боялся. Ну, посмеялись, короче. Девчонки, давайте покажу, что я купила. Я вам рассказывала, что я взяла, зашла в Диор в первом оттенке, взяла вот такой вот. Ну, это как, ну, он такой не сильно матирует, но он очень красиво, вот, он, видите, поблескивает, вот такой красивый. Это Диор в первом оттенке. Они там по-русски не разговаривали, я хотела, конечно, по, чтобы сильнее мотировал, видите, видите, вот эти мои болячки, все видно, они мотируют. Надо снизу что-то еще покрывать, а потом сверху. Но он смотрится очень круто, он прям, видите, отлив какой красивый. Вот, что еще я взяла? Дальше, вот эти джинсы выставила, покорили весь интернет. Девчонки, джинсы реально классные, их я взяла в Заре, в Заре. Мне, кстати, когда у нас была Зара, я особо, мне не нравилось, именно посадка у джинсов, мне она не подходила. А вот эти прям мне зашли, классные, вообще очень крутые, смотрятся так богато, стильно, вообще классно. Только я не знаю на ноги, что с ними одевать, не пойму, честно говоря, не пойму. Но сами джинсы очень крутые, вообще классные. Вот. Так, что я еще взяла? Вот эту вот урвала себе, вы, наверное, кто смотрел мои вот эти запрещенные в Телеграме, я выставляла эту кофту, Гэп. Девочки, это лимитированная коллекция, она говорит, это продавщица, что они выпустили ее, продали, а потом люди приходили и просили еще, потому что не было больше. Короче, мне очень она понравилась, но она, зараза, очень, ну, недешево стоит. Получается 2 800, по-моему, или 2 900 тысячи лир. Но это я себе, знаете что, у меня было днём рождения как раз, я говорю, блин, куплю себе эту кофту, но она очень красиво смотрится. У меня есть фотки, посмотрите, в запрещенных сетях. Так что Гэп прям превзошел себя вот именно в этой кофте. И она качество такое классное. Зашла, взяла Максу и себе, тоже была распродажа вот эти футболки. Как это, поло, по-моему, называется. Да, вот такие поло. Себе вот эту, я с ним не была, красную. А Максу вот эту взяла. Я вообще люблю поло на мужчинах, футболки, обожаю. Они качества хорошие у них. Вот такая Максу. У него ещё зелёную я такую покупала, помните, он ещё даже не одевал. И Максу взяла вот такую. Потом я зашла в Бершку. Я не знаю, у нас Бершка есть в России, наверное, тоже жене тоже ушла. И взяла вот эту Гагу, тоже мне понравилась, прикольно. У меня белые штаны есть, спортивные. Она такая длинная. Вот такую. У меня есть кому, если вдруг что я не ношу. У меня есть мама, которая у меня модно одевается. И можно ей. Ну и вот эту, наверное, маме подарю. Ну тоже прикольно. Это я взяла, знаете, где? Тоже в Бершке. Она, видите, такая блестящая. Вот такая футболочка. И всё. Пацанам я накупила кроссовок. Кроссовки вышли намного дешевле, чем на Ламоде. Они у меня в Найках. Найки эти любят. С ума сходят по этим Найкам. Тёме я вам показывала красный. Тёме одежду купила. Илюше я ничего не купила. Илюшу здесь уже у нас заказывала. Он такой вредный становится. Вот этот, видимо, возраст, знаете, уже он не, типа, не ребёнок. Он уже подросток. И у него нужно спрашивать, видите ли, нравится ему или нет. Да, представляете, уже дожили. Всё. А Тёма ещё такой, ещё одевает то, что ему дашь. А, хотела, кстати, вам капу показать. Вот такую мне капу сделали. Я ношу сейчас вот такую капу. Вот так, одевая. А я и сплю. Чтобы прикус, видите, они не... Исправили прикус. Надо помыть. И надо носить, чтобы зубы привыкли. Вот. Так что, ребят, вот так вот. Сейчас будет много влогов. Столько всего у меня в голове. Хочется снимать. Потому что сейчас уж хочется снимать. Правда, девчонки. Ну, блин, когда есть зубы, хочется снимать. Некоторых смотришь. Хочется идти. Вот я иногда, у меня столько видео. Я иду, так сама себя снимаю. И вижу свои вот эти страшные чёрные зубы. А у меня ещё здесь был золотой зуб. Потому что до этого мне делали зубы. И сказали, что у тебя слишком большое расстояние. Только золотой зуб исправит твои... Вот этот вот можно будет одеть коронку ещё, когда вот, которые последние выпали. Вот. И сейчас я могу идти снимать. Мне нравится. Я от себя кайфую. Блин, ну это... Девчонки, желаю всем такого вот кайфа. Я понимаю, что я сейчас привыкну. Это уже будет обыденно. Надеюсь, всё будет хорошо. Они у меня будут долго держаться. Но сейчас мне, конечно... У меня ещё есть такой страх, что они выпадут. Я, кстати, говорила об этом с Витой. Вита, говорит, у всех, наверное, такое часто бывает. Но когда ты уже, говорит, привыкнешь к ним, то это пройдёт. Этого уже не будет. Мы, кстати, вечерком сходили за арбузом. Здесь на районе у нас продают. Ребята, она сказала продавщица, что это какой-то уже осенний сорт арбуза. Надеюсь, будет хороший. Так хочется покушать напоследок, знаете, вот это перед зимой вкусного арбуза. Не знаю. Сейчас разрежу. Посмотрим. Давайте. Кстати, вроде ничего. Ну, такой уже, конечно, уже не сезонный, видно. Но не вялый такой, нормальный. Сейчас панервирую своих. Отрежу. Макс всегда Тёме делает. Видите, кость большая. Всегда косточки чистит. Вкусные. Мы сегодня ещё мандарины купили. Пахнут прям Новым годом. А это мне свекровь дарила на день рождения. Цветочки. Ну, так вот. Так, у меня сегодня день красоты. Я сегодня наконец-то пришла к моей Мариночке. К Аленочке, к Мариночке. Они оценивали мои зубы. Вот Аленочка стоит. Сказали, зубы шикарные. Девчонки, делаю маникюр-педикюрчик красивый. Смотрите, какой цвет шикарный. На загорелых ногтях вообще класс. Так, а ещё меня сейчас девчонки уговорили. Сказали, Оля, иди. Алена пошла, договорилась, да, Ален? Короче, пойду сейчас выведу брови. Помните, я вам говорила, что они у меня уже, видите, кусками прям вот здесь осыпались. Вот этот последний мой макия. Как он? Пермаментный. Очень плохо уже у меня всё, видите, тут куски. И сейчас мне девочка здесь тоже работает, выведет это лазером. И через две недели, да, по-моему, Марин, можно будет уже или нет? Её точно, да, две недели или месяц? Две месяц. Две недели, да, через две недели можно будет уже новые покрывать. Подожди, чтобы она удалится. Да, это тоже. Ну, короче, вот это удалится, и я пойду, наконец-то, сделаю все красивые, коричневые, как я и хотела. Я тогда ей говорила, хочу коричневые. Брови. Вот. Так что, я сегодня в красоту навожу. Слушайте, ну это оказывается больно. Сейчас я вам вот так, наверное, сниму. Удалили мне, видите, брови. Сейчас недели две должно зажить. Если обратно мне не вернется цвет, можно будет уже мазать, делать нормальный татуаж красивый. Стоит у нас, я не знаю, мне кажется, это дорого. Не знаю, три тысячи, девчонки, вот это удалить лазером. Ну, кстати, больно. Все, иду домой.